А верным использованием поясницы является ее неиспользование. Это будет полезнее, чем, например, в это время кофе пить для того, чтобы глаза вытрощить, дальше понестись. Потому что, к сожалению, многие приходят с огромным сопротивлением, имея вторичную выгоду от того, чтобы быть несчастными, тревожными, перенапряженными и так далее. То есть на вытянутых... С прямой спиной? Нет, наоборот, сгибает спину. Это хорошо показывает. Да. Это тоже вот эта вот самопланка разгружает всю спину, в том числе поясницу. Ну, грубо говоря, стараться делать их максимально медленными. Максимально медленными. Максимально медленными, да. Мягко спуститься. Мягко спуститься. На носочки потом на стол. А вот если наоборот. Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала. Я думаю, канала Романа тоже. Сегодня будем общаться на наши извечные темы, которые я обсуждаю на своем канале. Прекраснейшим остеопатом, а также имеющим квалификацию психотерапевта Романом Николаевичем. Всем привет. Да. Вот такой термин, как вот болит спина чаще всего. Давай обсудим, почему может болеть спина, психологию, возникновение. И, соответственно, причины разные. Как этого избегать? Что мы можем конкретно порекомендовать человеку, чтобы у него спина не болела? Либо если уже заболела, что мы можем ему посоветовать? Со всех сторон, с которых сможем зайти. Спина может болеть из-за... Я уточню поясницы в первую очередь. Да, поясница. Поясница может болеть, во-первых, из-за неправильной эксплуатации этой самой поясницы. То есть неправильно человек поднимает тяжести. То есть поднимает их именно мышцами поясницы на вытянутых руках. Или работа... Да, то есть на вытянутых... С прямой спиной? Нет, наоборот, сгибает спину. То есть снизу вверх, например, поднимает на вытянутых руках, то есть далеко от себя, грузы, сгибаясь в пояснице. В пояснице. Именно в мышцах поясницы. Хорошо показываю. Да. То есть спина остается, по сути, как единый рычаг, но в пояснице сгибается. Да. Да. А верным использованием поясницы является ее неиспользование. То есть все сгибания, разгибания должны осуществляться в коленных и забедных суставах близко к грузу. То есть подошел близко к тому, что нужно поднять, согнул ноги в коленях и в тазобедренных суставах. То есть как штангисты с ним поднимают штангу? Путем сгибания, разгибания ног. Потому что мышцы ног и ягодиц, они намного крупнее, и они выдержат, чем перегруженные и так от нашей жизни мышцы поясницы. Это раз. Это значит неправильная эксплуатация поясницы. Второе. Длительность эксплуатации поясницы. То есть нужно делать перерывы, которые желательно осуществлять подтягивания, вытягивания, упражнения из йоги. Дядя Дюня отметил перекладину. Ну, можно, например, самое простое, да, повисеть на турнике, но сойти с турника желательно на пальцы стоп, то есть постепенно встать на поверхность, которая под турником, и постепенно мягко сойти. То есть не прыжком, чтобы после этой тракции, после растяжения не ударить по позвонкам, не способствовать тому, что спазм от этого удара в пояснице, в частности, и во всем позвоночнике снова не случится. Это мера профилактики. То есть потянуться, например, на турнике. Или, например, с турника нет, технично, медленно, с правильной постановкой рук отжаться в планке. То есть пятками тянемся, головой тянемся в противоположную пяток сторону, отжимаемся. То есть это тоже... Это тоже разгружает. Это тоже вот эта вот сама планка разгружает всю спину, в том числе поясницу. Упражнение планка. Я понял. То есть это именно упражнение, вроде оно как бы на нагрузку, но при этом оно... Если делать его, синхронизировав внимание с дыханием, если там сделать хорошую тракцию, то есть вытяжение в этой планке, и делать это не спеша, не чаще, чем вдохи и выдохи, именно на технику, а не на количество, и не в суете. И планка вообще больше статическая. Статическая, но планка – это начало перед отжиманием. Сначала встали в планку, потянулись, и не спеша несколько раз отжались. Ну, 3-5 раз. Именно медленно. Именно с тракцией, то есть для того, чтобы как раз потянуть всю спину. Например. Тракция имеется на растяжение. Растяжение. То есть мы пятками туда тянемся, макушкой, например, туда. Растяжение. Отлично. Вот. То есть внимание в теле, дышим, дыхание не задерживаем, напрягание должно быть, это должно быть именно для расслабления. Я же такое упражнение показывал на канале давно. Я набивал пластиковую бутылку песком, ну, либо водой, и вот катался на пояснице. Это хорошо, да, это хорошо, но с этим надо быть осторожнее. Тут тоже во всех упражнениях должно быть меньше спорта и больше внимания в теле. А как внимания в тело погрузить? То есть быть вниманием вместе со своим дыханием. И делать эти упражнения не чаще, чем свои собственные вдохи и выдохи. Ну, грубо говоря, стараться сделать их максимально медленно. Максимально медленно. Максимально медленно, да. Максимально технично, максимально медленно. Находясь внимания там, где происходит движение, которое мы делаем сейчас. Дальше. Какие еще факторы влияют на поясницу? Это, конечно, травмы, излишний вес, метаболические нарушения различных. Ну, там, сахарный диабет, например. Вот травма. В чем причина возникновения травмы? Это что травма? Ну, опять же, перегрузки. Падение с высоты. Автоаварии. А, то есть непосредственно? Да, да, непосредственно. Вот. Удар пятками, опять же, с высоты. Удар об воду и так далее. Ну, разные травмы. В воду пятками или бетон поясницу? Всем телом. Возникает так называемый и в ДТП, и падение с высоты при ударе об воду, так называемая хлыстовая травма, которая отражается на всем теле. Потому что тело состоит из воды, и тело вот так вот продергивает. То есть гидродинамический удар по всему телу. Вот. Это называется хлыстовая травма. Не будем останавливаться, подробнее потом могу рассказать. Ну, строители знают, что такое гидродинамический удар. Да. Это от того, что система водоснабжения испортится. Вот система всего тела может испортиться от удара. Готово. Всей плоскостью обо что-нибудь. От падения с высоты тоже может произойти хлыстовая травма. Дальше. Психоэмоциональные факторы. То есть когда человек живет в перенапряжении, то есть он постоянно перерабатывает на той же самой стройке, у него вся психика, вся его нервная система находится в симпатике тонуси. То есть перевозбуждена, находится в реакции стресса, в реакции недостатка отдыха, в постоянном физическом натяжении. И все те физические перегрузки, которые могут случаться в пояснице от подъема тяжестей или монотонной работы, в том числе с вовлечением поясницы, они еще доармируются, добетонируются, скажем так, психоэмоциональным напряжением. То есть стресс, грубо говоря, он как фактор, который функциональность мышц уменьшает. То есть они становятся менее эластичными. Да, ну каждый, наверное, чувствовал, когда человек нервничает, тревожится, и в этом еще и живет длительно, он становится тверже, напряженнее. Да, вот это напряжение на телесном уровне – это спазм мягких тканей. То есть адаптивность, опять же, снижается, и вторично уже повышается вероятность повторных травм, потому что фокус внимания сужен, человек истощен, в том числе он может, например, себя повредить пилой, стамеской, дрелью. В этом состоянии истощение и напряжение. Да, это тоже следствие стресса истощения. Да, и психологическое истощение, и физическое. Потому что в теле, в живом человеке психологическое истощение сопровождается одновременно физическими истощениями. Физическое истощение истощает психологические механизмы и адаптивность, и внимание. Отлично. Хорошо. Такой вот момент еще, который используют, в том числе упомянутые выше тяжелоатлеты, они используют пояс. Да. Вот какая рекомендация по ношению пояса, настройке вообще, на как этот фактор влияет? В принципе, при подъеме тяжести и уже при травмированной пояснице, для того, чтобы сгибание-разгибание в пояснице уменьшить, можно носить пояс. Но все-таки лучше отдыхать вовремя и физически тренироваться. То есть для того, чтобы мышцы поясницы постоянно были в растянутом состоянии, то есть они были готовы к этим нагрузкам. Опять же, там пара тренировки, и как их правильно делать, а как лучше их не делать, это тоже отдельный большой разговор. Ну, все-таки меня интересует этот момент. Пояс можно? Да, я просто обращал внимание, что когда пояс одет при физической нагрузке, таким образом и вот брюшные мышцы, они как бы в определенной находятся границе, и они могут напрягаться более сильно. Когда, скажем так, пояса нет, они так, как пузо, может раздуваться, большая амплитуда. Когда пояс есть, то это как бы создается такой тонус, с которым легче. Ну, в общем, если коротко, потому что там очень много подробностей, это можно отдельный разговор насчет этого пояса, а как лучше. В общем, пояс в целом может помочь и защитить от травмы. Ну, да, то есть как профилактика. Как профилактика, и как уже, ну, когда все случилось, для того, чтобы травма не повторилась, скажем так, с большей вероятностью. Не со стопроцентной вероятностью, а с большей вероятностью. Понял. Мы вообще говорим о мире вероятностей. И в медицине мы тоже говорим о вероятностях. Отлично. Отлично. Хорошо. Так, какие еще, я не знаю, советы какие-то, рекомендации, как общее такое видео, просто простым, можно сказать, строителям, всем мужчинам, кто какие-то физические работы выполняет. Больше отдыхать. По отдыху. Существуют ли какие-то позы, допустим, поднимать колени, когда человек лежит на спине. Ну, самое простое, да, колени к груди и ниже колен, за голени подержаться. И, опять же, дышать, не напрягаться. В это время просто лежать, притягивать колени к груди и дышать. Это способствует растяжению, размягчению ткани поясницы, ее отдыху, да. Вот еще какие-то рекомендации. То есть, допустим, человек уже чувствует, что у него в пояснице, скажем так, ну, скажем так, каких-то травм чуть-чуть-чуть-чуть нету там. Ну, какое-то напряжение уже появилось. Значит, ежедневно перед сном по полчаса аппликатор Кузнецова тибетский красный на область поясницы, на голое тело. МФР вал, валик можно вот этот вот, только тот, который внутри полый. То есть, внутри пластиковая труба, снаружи мягкая пенка, шириной этот валик 60-70 сантиметров. И мягко себя и до, и после физической нагрузки минуток по 10 прокатывать на нем всю спину, не только поясницу. То есть, от шеи и до копчика. Мягко, мягко, не спеша, не быстрее, как я уже сказал, чем вдохи и выдохи, не задерживая дыхание. То есть, все должно быть направлено на расслабление. То есть, это не должно быть в напряжении, это не должно быть спортом, это не должно быть подготовкой к Олимпиаде. Именно на расслаблении, не чаще, чем вдохи и выдохи. То есть, медленно. Растянуть, размять их, там, жидкости начнут двигаться по-другому, кровоснабжение, нарваться, начнут быть более эффективными. Аппликатор Кузнецова, поднять колени к животу, вот эта трубка. МФР-валик, МФР-это миофасциальный релиз, МФР-валик. Ну и в целом на перекладни повисеть. Повисеть на перекладни, мягко спуститься, на носочки, потом на стойку. А вот если наоборот удастся человеку, скажем так, наоборот ногами зацепиться наверх и висеть головой вниз, это как? Не каждый это выдержит, потому что у многих людей напряжена шея, и в этом случае у них будет прилив к голове, к головокружению, и можно, ну, в общем, не нужно людям неподготовленным. Не рекомендую. Ну, неподготовленным не рекомендую. Ну, да, то есть, мы только для нас. Обычным людям не рекомендую. Еще шкатлиты, будут пожелания? И просто пассивно лечь, например, вот устал человек, вот у него работа тяжелая, там, середина дня, лег, 20 минут подремал, будильник себе поставил, там, ну, с каким-то мягким звуком, чтобы не резко он его вырывал из этой дремоты. Это будет полезнее, чем, например, в это время, там, кофе пить для того, чтобы, там, глаза вытаращить, дальше понестись. А, то есть, не пытаться себя как-то стимулировать какими-то стимуляторами, какой-нибудь, там, энергетик, бить, а наоборот? Наоборот, отдых. Да, это будет лучше, чем стимулятор. Будет сил потом больше, настроение лучше. Хорошо. Давай коснемся еще такого аспекта, мы сейчас чисто физику трогали, что еще может быть на психологическом, психосоматическом уровне? Нежелание работать. Давай раскрывать эту тему. Ну, то есть, человек не хочет работать, он сопротивляется, просто деньги очень нужны, и он больше ничего не умеет, или чего-то боится, и у него тело все напряжено, вот, и он сжимает, в том числе, свою поясницу своими же мышцами из-за этого напряжения, из-за этого сопротивления, которое он может осознавать или чаще всего не осознавать. Просто тошнит его от этой стройки. Ну, либо, там, копать огород, что угодно. Копать огород, что угодно. Жизнь жить. Хорошо. По психосоматике еще одна из таких трактовок, о которой я знаком, это то, что поясница связана с чувством долга. Вот такой аспект. В том числе можно так трактовать. Ну, и надо смотреть каждый случай индивидуально, в том числе, как чувство долга, обязанности, должен, в том числе, в этом долге еще виноват. Ну, много что может быть, то есть, конкретику я бы не стал вот такой глобальной говорить, в том числе, чувство долга может быть. Если человек понимает, что есть какие-то, у него психологические, то есть, действительно, напряжение больше психологическое, что мы, какими мы будем давать совет в этом случае, то есть, помимо расслабления, еще что-то вот. Если психологические моменты человек сам готов разруливать, начать попробовать, да, без психотерапевта, конечно, лучше обратиться к специалисту, просто если специалист хорошего уровня, он поможет ускорить этот процесс. Вот. А так, в целом, начать медитировать. Что такое медитация? Сел, утром 15 минут на голодный желудок с прямой спиной, 15 минут понаблюдал свое дыхание. От всех мыслей, планов переводить внимание на наблюдение своего дыхания поначалу лучше, закрытыми глазами. Полюбить наблюдать свое дыхание. То есть, утром на голодный желудок 15 минут, и вечером перед сном, опять же, лежа на тех же самых колючках, можно 15 минут подышать. А вот в этом состоянии просто наведется ясность, если это регулярно делать не с одного-двух раз, а если это поделать там недели-две, то уже начнет наводиться ясность на то, что человеку действительно нужно, а что он себя заставляет делать. И в конце медитации можно просто себе поздавать те вопросы, которые он хочет себе задать, и изнутри себя получить более четкие ответы, чем в обычном, суетливом, измотанном, напряженном состоянии. Ну, например, 15 минут утром, 15 минут вечером на голодный желудок. Ну, смотри, еще такой аспект. Допустим, мы затронули человек, чувствует себя, если в каком-то тупике, если он понимает, что, допустим, на какой-то работе, там, может, он тоже грузчиком работает, не обязательно стройка, да, и чувствует, что он в тупике. Как правило, связано, что, ну, а где я еще, грубо говоря, заработаю, либо, ну, вот. В этом случае я бы, допустим, вот, со своей стороны бы дал рекомендацию, что во время медитации, когда человек просто дышит, допускать мысль, что где-то есть вариант, где можно зарабатывать деньги с большей, можно сказать, радостью, либо по своей природе. Совершенно верно. И он может прийти просто, человек может просто увидеть. Да, потому что все ответы всегда в человеке есть, просто он их не знает, как увидеть. Потому что всегда человек знает, что он хочет и что он не хочет. Просто нужно дать возможность себя почувствовать и не испугаться этого. Хорошо. Кто будет лучше знать за человека, чем сам человек? Только сам человек. Любой хороший специалист просто поможет человека привести к самому себе. Не более того. Если что-то хочешь добавить еще, пожалуйста, скажи. Будьте счастливы, любите себя, любите окружающих людей по возможности, если получится. Приходите, если нужно, будет за помощью ко мне, как к остеопату, как к психотерапевту, к Евгению Александровичу, как к проводнику. Ну, какие, грубо говоря, показания? То есть к остеопату ты бы когда рекомендовал обращаться? Всегда. Всегда и всем. Потому что остеопатия в ее целостном исполнении, как я это практикую, она может дать ощущение глубокого расслабления за этот час отведенный. Ощущение себя самого, живого, дышащего. И без вот этих лишних навязчивых мыслей, которые рождают тревогу, напряжение. И физически более амплитудными, более ощутимыми техниками можно просто прям очень быстро расслабить и поясницу, и лопатки, и головную боль, снятие напряжения в теле, и проблемы с ЖКТ, и проблемы у детей, которые бывают и с гиперактивностью, и с нарушением сна, и там помочь, чтобы речь быстрее начала становиться, развиваться. То есть приказания могут как внутреннее напряжение... Как телесные болевые ощущения и дискомфорт, и ограничения. Как гиперактивность, с одной стороны, когда человек мечется. С одной стороны, когда он, наоборот, затухает. Да, ну то есть это же все происходит из-за того, что или есть травмы, или есть психоэмоциональный какой-то дискомфорт. Если дети, соответственно, есть дискомфорт в родителях, а дети просто как зеркало этой ситуации. То есть, условно, когда можно применять остеопатию, это практически всегда, ну кроме самых острых, угрожающих жизни состояний, которые там лечатся в реанимации и хирургическим путем. Понятно. То есть, грубо говоря, если человек сам самостоятельно может дойти, то, значит... Если он хочет, да. Самое важное вообще в каждой любой помощи и в лечении, в частности, это желание человека, пациента, ну, получить эту помощь. Это главное условие. В том числе показания, может быть, что человек не понимает, что с ним вообще, как внутреннее, что-то, что непонятно. Да, да. То есть, это тоже, может быть, показание. Да. То есть, навести ясность, почувствовать ясность, да, да. Дойти до ясности в себе, до ясного понимания, восприятия. Опять же, через те же самые механизмы привести человека к самому себе, к слышанию самого себя, своего тела, своих желаний, запросов и так далее. Это все достаточно легко делать, главное, что человек это хотел и не сопротивлялся, потому что, к сожалению, многие приходят с огромным сопротивлением, имея вторичную выгоду от того, чтобы быть несчастными, тревожными, перенапряженными и так далее. Ну, то есть, для этого, я говорю, нужна смелость. Смелость. Чтобы быть счастливым, нужна смелость, да. Нужна смелость. Да, это современный такой героизм, быть счастливым. Будьте смелыми героями. Нормальная рекомендация. Отлично. Да. Все, отличное видео. Все, тогда желаю всем хорошего настроения и хорошо самочувствия. Мир, братья.